Здравствуйте, друзья, меня зовут Влад из Animation Club. Здравствуйте, друзья, меня зовут Влад, я преподаватель школы Animation School. Сегодня я хочу вам рассказать про свое рабочее место. Его обычно никто не видит. Святая, Святая, добро пожаловать. У меня некая турбулентность произошла. За последнюю неделю появился графический монитор, который перековырял мне весь рабочий процесс. Обычно планшет лежал передо мной, два монитора, этот был чуть пониже. И все, все как у всех. Теперь мне приходится привыкать к новым условиям. Есть графический монитор у меня. Получается, у меня есть три уже монитора. Я в них плаваю пока что, но это капец как удобно. Есть аудиокарта, которая с микрофоном. Аудиокарта и микрофон нормальный, не под USB, не подо что. Нормальный конденсаторный микрофон. Из давнишних времен музыкальных. Есть дополнительная клавиатура, которая очень сильно мне помогает в моих ходкеях. Я ей не нарадуюсь. Очень удобно на каждую кнопку свой свет назначать. Подсветку хорошо они отделяются. То есть машина желтая, но я и желтый сделал. Очень удобно. Зацикливание, констрейны, копирование мировых координат. Inbetweenы вставлять, убирать, двигать ключи. Есть еще вакантные места. Я думаю, еще парочку таких рядышком. И все, мне клавиатура нужна будет только сообщенки писать. Если я работаю пером, а мне нужно там что-то мышкой перевести. Перевести на другой монитор. Очень было неудобно. Перо в руке, это все. Я нашел связку планшет Hayon, монитор Hayon. И теперь я могу взять графический планшет. Во-первых, он больше. Мне понравилось, что он больше, чем вакомовский Pro. Мой старый планшет. Сначала не понравилось, потому что рука спадала. Потом понравилось, когда на три монитора я его расшарил. И теперь вообще прекрасно. Одно перо. Это крайне важно. Перо от графического монитора должно подходить под планшет. Я долго искал эту связку. Придумал такую хитрость. Сломал, я не знаю, систему. Теперь мне не приходится мышку брать в руки. Но иногда, конечно, беру. Монитор один у меня по вертикали расположен. Это очень удобно, когда мы работаем с какой-нибудь сценкой. Графики я могу разместить сюда. Здесь дополнительный какие-нибудь, допустим, вид из камеры. Какой-нибудь аутлайнер сюда. Ну, либо в любом порядке. Я сейчас рандомно накидал. Но гораздо удобнее. Потому что если на горизонтальный мы монитор это все разместим, одно другое вечно закрывает что-то неудобно. Приходилось мне раньше постоянно переключаться. Все это прикрывать неудобно. Я его вертикально поставил, не нарадуюсь. Открыли ВКонтактик и по три поста за раз пролистываете. Тоже удобно. Но это шутка. Так можно с текстом тоже удобнее работать вертикально. Собственно, что еще здесь? Есть запарк. Есть хоккеисты. Есть бегемоты, которые бегут за хоккеистами. Есть особая радость. Это конструктор из настоящей глины. То есть керамический конструктор. Наклей. Там это все собирается. Очень крутая штука. Долгая, муторная. Сидишь вечерами, убиваешь очень-очень много времени. Ну, в принципе, все как в анимации. Есть книжки. Есть, конечно же, книжка. Самая важная, которую я вечно дочитываю до походки. И дальше она у меня не уходит. Ну, а я сюда собираю автографы всяких разных аниматоров. Не обязательно, чтобы они были очень известны. Друзья, товарищи, студенты. Мне написал студент письмо. Настоящее, настоящее письмо. Мне написал от руки. Очень трогательно. Я прям был тронут. Замечательная картина. Тоже подарил студенту. Я не нарадуюсь. Ты смотришь, и у тебя спокойствие. Скажешь, посмотри в окно. Ну, если бы посмотрели в окно, там серое небо всегда. А здесь всегда хорошее спокойствие и хорошее настроение. Разные эмоции разных персонажей. И все диснеют. Есть подарок из Америки. Из штата Техас. Вот. Очень крутая книжка с... У меня даже закладочкой есть. Сейчас работаю на проекте, где нужны ишачка. А анимировать походкой ишака. Прекрасно. Все можно посмотреть. Все это под рукой. Есть мобильная станция. Вы спрашиваете, зачем тебе еще ноутбук, когда у тебя стены блок. И зачем тебе второй монитор. Летом я буду на даче вещать студентам с мобильной студией. Куда я заберу и графическую помощь. Собственно, книжки, как я и сказал, аналоговые. По истории, по философии, по научной, популярной тематике. Художественные, прочее, с картинками. Есть прекрасный ночник. Вот тебе, анимат, успех. Не только в анимационной деятельности, но и во всем. Что вам еще сказать? Да, наверное, вот оно. Мое рабочее место. За которым я сижу по 6 дней в неделю, по очень много часов. И вещаю, и вещаю, и даю вам правки раз за разом. Чтобы вы выросли хорошими, красивыми, сильными аниматорами. А все ради вас, друзья. До встречи на курсах.